Рост цен в Америке отразился не только на продукты, но и на одежду. Верлог, купили ткань. Часто спрашивают, какое у меня образование. Время я работала в Украине. Помните, в свое время был такой популярный журнал Отто? Я ездила, сдавала осенние и весенние сессии. Поэтому после четвертого курса я приняла решение уйти с университета. И я работала буквально с 6 утра и часов до 9 до 10 вечера порой. Именно в таком режиме я начала изучать английский язык своего. Вот так в маленьком коротком видео я вам рассказала свой путь длиною почти в 20 лет. Ребят, всем привет! Большое спасибо, что присоединились ко мне в этом видео. Рост цен в Америке отразился не только на продукты, но и на одежду. И поэтому в целях экономии, ну и просто потому, что я такая мама, и я могу. Шутка. Детки у меня очень попросили, Катя, сперва Катя, она попросила халат, банный халат, такой как у мамы. Вот я пришла за своей швейной машинкой, еще у меня здесь есть оверлок, купили ткань. И, конечно же, Никите захотелось тоже. Поэтому сегодня будем, не могу протиснуться со своей машинкой, будем сейчас детские капризы воплощать в реальность. Ну и также в этом видео обещаю вам что-то интересненькое, как всегда. Поэтому, если формат влога вам интересен, влоги о жизни в Америке, присоединяйтесь. Давай. Да, что мы будем сейчас с вами делать? Халат. Халат, да? А ну, покажи, какие ты цвета себе выбрала, покажи. Вот, да, с таким прям юникорном и с радугой Катя себе выбрала. Я это там сейчас обрежу, оно не будет. Сихак, это не для тебя, это для Кати, да? А ну, Никитка, покажи теперь, ты какой выбрал себе халат будет. Да, банный халат после ванны. Вот, такой шикарный, да, с волками. Он сейчас порвет тебе, Катя, я тебе даже не успею сделать халат. Ой, Катя, давай мне сюда, потому что порвет, порвет. Давай сюда. Катеринка, а ну-ка, иди сюда. А ну-ка. Итак, меня часто спрашивают, какое у меня образование. С кем я работала в Украине, я уже об этом рассказывала, но так как количество подписчиков у меня увеличивается, и не все видели мои прошлые видео. В видео сегодня расскажу об этом, и о том, как самостоятельно можно сделать легко детскую выкройку банного халата. Ну и, конечно же, уже в конце видео вы увидите сам результат. Скажу сразу, выкройку я выполняю на глаз. Хотя образование в построении выкройек у меня имеется. Самым тяжелым моментом была собака, которая не хотела меня слушаться, как вы это уже видите. Сперва ему была нужна и ткань, затем бумага, и, конечно же, мой карандаш. Давайте сперва я расскажу о том, как я делаю выкройку, и затем уже о моем образовании, и кем же я работала в Украине. Для того, чтобы сделать выкройку, я использую бумагу. Настоящим умельцам не нужно даже это, они могут сделать выкройку и на ткани, но я так не могу. За основу я взяла просто одну из Никиткиных кофт с капюшоном, и просто ее обрисовала, сделав переднюю часть и заднюю часть выкройки. Таким же методом я пользовалась, когда делала деткам костюм на Хэллоуин. Если вы вдруг не видели, там есть более детальное описание, я там показывала это гораздо лучше и больше. Оставлю вам здесь ссылочку, можете зайти и посмотреть. Для того, чтобы сделать выкройку рукава, мне нужно нарисовать окат. Это верхняя часть рукава, и для этого я просто соединила переднюю и заднюю часть моего халата. Соединила я их по плечевому срезу, затем отметила длину рукава, ширину и соединила это все произвольными линиями. Ну а теперь самое главное осталось, это выкроить наш халат. Наш халат обязательно будет с капюшоном, так как просили детки, и с длинным-длинным поясом. После того, как я выкроила халат для Кати, я начала выкраивать халаты для Никитки. Да, сейчас будет самый тяжелый момент. Решила выкраивать прям поверх Катиного халата. Я, точнее, наверх положила Катин халат. Буду сейчас выкраивать именно по нему. Да, это рукава у нас, это у нас капюшон, это у нас пояс, и кармашки будут, и обтачка. Так, уже почти все готово. Будем теперь сшивать все детали, и параллельно я вам отвечу на тот вопрос, кем же я работала в Украине, и какое у меня образование, и есть ли оно у меня вообще. Итак, после 11 класса, это было еще в далеком 1998 году, я приехала после окончания школы в гости к подружке. Нам было по 16 лет, что делать не знали, кем хотим быть не знали, и я у нее спрашиваю, что будешь делать? Она мне говорит, я хочу пойти в швейное училище, хочу научиться шить. Пойдешь со мной? Пойду. Так я поступила с ней за компанию в швейное училище, и стала швея-заготовщик. Помните, в свое время был такой популярный журнал Отто? Мне невероятно нравились все модели, которые я видела в этом журнале, но там никогда не было выкроек. Именно в этом журнале я когда-то видела одну модель, которая мне очень-очень понравилась. Вот спустя годы, научившись шить, я эту модель себе пошила самостоятельно, даже точно в тех цветах, которых я видела в свое время в этом самом журнале. Меня переполняла гордость. И через год я решила стать партнером в этом самом училище. Я не могу сказать, что я была очень ответственной ученицей, но мне определенно это нравилось. Единственное, я очень не любила сидеть и вымерять по нескольку раз, но это именно то, что и требовалось при изготовлении деталей. Сделать правильные замеры, высчитать все по формуле. Так, пригодилось ли мне это все в жизни? Ну, скажем так, 50 на 50. После того, как я таки получила квалификацию портного, мне предложили попробоваться в швейном производстве. Но не в пошиве одежды, а в пошиве обуви. Так, 18 лет я начала осваивать эту профессию. Параллельно я подала документы в одну из Харьковских академий. Это была Украинская инженерно-педагогическая академия. Так, у меня такая неприятность. Потеряла я педальку от Аверлока. Где-то вот здесь она у меня, судя по всему, видите здесь Катиной и Никитиной подарки. Наверное, я ее где-то спрятала так, чтобы найти. У вас такое бывает? Наверное, надо будет посмотреть вот здесь. Тоже у меня здесь много кусочки ткани. Вышивка у меня там есть. Возможно, там положила, чтобы не потерять. Сейчас будем искать. Вот больше всего это не люблю, когда ложу куда-то так, чтобы точно запомнить, и его потом там нет на этом месте. Вот прям не знаю. Надеюсь, я такая не одна. Еле раскопала. Еле раскопала. Это ж надо было его так спрятать, чтобы потом еле найти. О, Господи. Готово? Мама, готово? Только раскроила, Катя. Теперь самое интересное. Будем теперь шить. Итак, в 2000-м я поступила в Харьковскую академию. Поступила я на заочное отделение, и у меня таким образом была возможность работать. Я ездила, сдавала осенние и весенние сессии. Единственный момент был в том, что в это время я теряла те деньги, которые я могла бы заработать. Плюс сессии еще выпадали как раз на тот момент, когда у нас был сезон, и у нас была возможность заработать больше. Разумеется, никакой ставки у нас не было, и наш доход зависел именно от того, какую сумму мы можем заработать в сезон. Знаете, как говорят, то густо, то пусто. Но, скажу честно, доход меня, в принципе, устраивал. Работа не из легких, но хорошо оплачивалась. Затем, в 2002-м году я познакомилась с моим мужем и привела его в тот цех, где я на тот момент работала. У меня была замечательная начальница, к которой я очень признательна, и она, увидев, что создается молодая семья, решила нам помочь. И предложила на тот момент уже моему жениху, да, но еще не мужу, должность закройщика. Его абсолютно всему обучили уже на этом предприятии, и он стал зарабатывать даже больше, чем я. А в 2004-м году я, собственно, поняла, а зачем мне нужно образование, которое я сейчас так стараюсь получить. Дважды в год я езжу на сессии на 3-4 недели, и в это время, мало того, что трачу деньги здесь, я еще и теряю деньги на своей работе. В сфере, которую я уже для себя на тот момент выбрала, мне высшее образование было совершенно ни к чему. И поэтому после 4-го курса я приняла решение уйти с университета. В обувном производстве я так и проработала всю свою осознанную жизнь. С 18 лет и до самого моего отъезда в Америку, и на тот момент мне уже было 35. Вот так почти 18 лет стажа, но ни одной записи в трудовой книжке. Я думаю, с таким моментом сталкивались многие, и объяснять здесь что-то не имеет смысла. Старлельно я открывала частное предпринимательство, была у нас небольшая точка с мамой в магазине обуви. Раз в неделю я еще после работы ездила на ночной рынок в Харькове. Там мы делали оптовые закупки и затем продавали это в розницу в магазине обуви. Приезжала домой поздно, спала несколько часов и утром уже опять рано бежала на работу. У нас в сезон было очень много работы, и я работала буквально с 6 утра и часов до 9 до 10 вечера порой. В промежутках бегала, отводила Рому в школу, забирала со школы, если этого не могли сделать мои родители. В общем, как говорят, как все, крутилась как могла. Именно в таком режиме я начала изучать английский язык в свое время. Ела на работе и просто учила слова. Поэтому, когда мне говорят о том, что они не могут выучить английский язык, потому что у них не хватает времени, я считаю, что у них просто нет желания. Когда у вас есть желание, когда у вас есть цель, преград не существует. Всегда можно найти время. Вот так в маленьком коротком видео я вам рассказала свой путь длиною почти в 20 лет. Пока я сшила деткам халаты, в доме каждый занимался своим делом. Детвора крутилась возле Чеда, помогала ему с планшетом, и одновременно они смотрели телевизор. Таким образом, Чед внес свою лепту, чтобы я могла побыстрее выполнить работу. Кстати, на два халата у меня ушло чуть больше трех часов. А Ромчик, Ромчик просто сидел и играл в свой компьютер. Как, пожалуй, любой подросток в любой стране. Играешь? Вот, молодец, какой Рома играет. Да, присмотри чуть-чуть за собакой, то он там опять чуть не погрыз ножку стула. Да, Сихак? Что, ты мне помогаешь? Помощница. Ну, а вот и то, что у нас сегодня получилось. Детки счастливы, довольны, и это самое главное. Кто сегодня молодец? Мама. Мама сегодня молодец. Спасибо всем, кто присоединился ко мне в этом видео, и увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пока-пока. Тебе нравится? Да. Тебе нравится? Тебе нравится? Тебе нравится? Продолжение следует...